Здравствуйте все! Мы сегодня проводим открытую встречу, на которую меня, честно говоря, прямо-таки уговорил прийти Денис Овсянников. Уговорил почему? Потому что на самом деле график работы достаточно плотный. И я думаю, что большинство из вас знает, что одна тема, одно направление того, чем я занимаюсь профессионально, это регрессионный поиск, регрессионная терапия, достаточно новое направление в психологической практике. А вторая тема, которая для меня не менее, но может быть даже более важна, это исследование в сфере аномальных явлений, аномалистики и уфологии. И поэтому вы сами понимаете, что сочетать эти два направления не так легко, но еще, наверное, сложнее находить время на то, чтобы охватить все, все то поле, которое постепенно перед нами открывается. И чем дальше, тем это поле становится более объемным. Но, тем не менее, не могла отказать. Поэтому сегодня проводим открытую встречу. И поэтому, друзья, дорогие, те, кто сегодня присутствует здесь, кто остался после семинара, кто подошел вновь, я очень надеюсь на то, что вы будете прямо-таки мучить меня вашими вопросами. И я надеюсь, что я постараюсь, по крайней мере, найти ответы на все ваши вопросы. На самом деле, вот таких тем для исследования их много как в целом, если брать так, и в частности. Ну вот, например, одну из тем, которую мы не так давно с Денисом взяли для проработку, скажем так, это тема контакта, близкого контакта, который состоялся достаточно много лет назад с человеком по имени Келвин Паркер. И эта тема в свое время очень хорошо нашумела по всему земному шару. И для нас она оказалась интересной как раз потому, что на вот этой теме, которая, казалось бы, относится чисто к сфере уфологии как исследовательского направления, вот на этой теме оказались очень востребованными и те направления, те техники, которые мы применяем в сфере регрессионного поиска. Потому что эту ситуацию, которая была достаточно травматичной для этого человека, ее исследовали в том числе и гипнотизеры, которые считаются, скажем так, классиками вот этого направления, стали изучать, а что же конкретно они делали, то оказалось, что они недоработали во многих-многих направлениях, которые вот сейчас нам, спустя несколько десятков лет после того, как само событие, само вот это похищение этого человека свершилось, вот нам кажется уже, в принципе, совершенно очевидными. И, например, если бы вот мы сейчас работали с этим человеком, а надо сказать, что вероятность такая не исключается, он хоть и в возрасте, но еще вполне дееспособном возрасте. Вот, если бы мы сейчас вот эту тему изучали, то мы, во-первых, я так думаю, что подняли бы многое из той информации, которая реально значима для этого события, поняли бы те нюансы, те детали вот этой ситуации, и которая, надо еще сказать, она не одноразовая, она имела свой подтекст, свою предысторию. И более того, что вот мне кажется не менее важным, чем познание, сделали бы так, чтобы тот стресс, который остался в душе этого человека, а стрессом так и остался, чтобы вот этого стресса не стало. Потому что, на самом деле, по исследованиям воинских психологов, те люди, которые пережили абдукцию, похищение НЛО, у них наблюдается такого типа стресса, как у людей, которые вернулись с поля боевых действий. И, конечно, нам нужно, чтобы эти люди получали облегчение, получали успокоение от тех проблем, с которыми столкнулись не по своей воле. И столкнулись, начиная с детства. Даже если во взрослом возрасте, все равно для них это очень важно, убрать последствия вот таких ситуаций. Поэтому, собственно говоря, знаете, я вот и для тех семинаров, которые веду, для Школы регрессионного поиска от А до Я, я думаю, что сейчас уже вот это имя можно называть широко и часто. Мы взяли как раз вот такую тему, как коррекция травматических событий и для участников аномальных ситуаций. Совсем недавно обратился в Центр пробуждения человек, который считает себя контактером, у которого происходило очень многое в жизни. Фамилию его мы не озвучиваем, я думаю, это совершенно правильно. Зовут его Алексей. Ролик вы видели совершенно недавно на ТВ-экстра. И это еще один пример того, сколько лет люди хранят в себе вот те необычные состояния, ситуации, встречи, с которыми они, в общем-то, сталкивались в течение своей жизни. У него тоже несколько десятков лет его личная история. И очень отрадно то, что постепенно люди как бы старают, дают себе возможность доверять, доверять ТВ-экстра, доверять нам, как специалистам в сфере регрессионного поиска, доверять своей ситуации. Опять-таки для того, чтобы и мы с вами лучше разбирались в таких ситуациях, и мы с вами понимали, как же устроен на самом деле тот мир, который вокруг нас находится, в котором мы с вами находимся. И для того, чтобы мы могли гармонизировать тот мир, то мироощущение, которое у таких людей сталкивается. И, наверное, понимание вот таких вопросов, оно как бы для нас становится комплексным. И вот это направление, которое мы сейчас ведем в рамках школы регрессионного поиска от А до Я, оно сочетает в себе вот все эти возможные элементы. Познание, установление отношений или блокирование отношений, если эти силы, с которыми наши люди сталкиваются, если они деструктивны, эти отношения. И, в общем-то, более полное понимание того мироздания, в котором мы живем. С ним лично я не знакома только с его работой, но я знакома с его ближайшими, скажем так, с подвижниками. Вот. И та практика, которую мы ведем, она показывает, что, ну, как бы это так помягче сказать, да действительно по нескольку штук там на определенных людях сидят тех субстанций, тех образований, которые доставляют этим людям проблемы. Конечно, далеко не каждый такой человек, но есть люди, которые от этого страдают. Но здесь давайте прежде всего разберемся вот в чем. Инопланетяне ли это? Дело в том, что та техника, которую применяют коллоджеры, она основана тоже на работе с образами. Образами, через которые с нами говорит наше же собственное родное подсознание. И вот когда мы сравниваем, скажем так, вот эту картину образов, которая у его клиентов, и ту картину образов, которую дают нам наши клиенты, которые испытывают примерно такие же проблемы, сталкиваются примерно с такими же трудностями, то мы видим, что ситуация, скажем так, очень похожа, а вот образная картина различается. И я бы это отнесла к тому, что у нас в человечестве в целом есть определенный недостаток культуры работы с образами. И вот мы в своей школе очень подробно рассматриваем и тему работы с образами, и то, как понимать, когда, какие образы возникают. И мы понимаем, что вот те образы, которые представляются в школе коллоджеры, это как бы притилоиды, как бы инсектоиды, как бы филиноиды. То есть это на самом деле некие субстанции, которые по каким-то своим качествам, в чём-то похожи на тот сложившийся стереотипный образ вот этих псевдосуществ, который сложился в западной культуре. К нам эта западная культура пока не дошла. Может быть, это к счастью, потому что мы имеем возможность сравнить. И наш опыт показывает, что на самом деле до реальных инопланетян там очень и очень далеко. На самом деле это какие-то элементы нашего земного мира, элементы, которые деструктивны для человечества, элементы, которые, как бы это так правильно сказать, основной своей целью имеют потребление наших ресурсов, которые мы как люди, как биологические существа производим. Но ещё раз говорю, что отношение к инопланетянам там очень и очень отдалённое. Хотя сама техника работы и сами результаты работы, они позволяют говорить, что да, люди получают облегчение. И неважно, кем они считают ту субстанцию, которая оказывала на них негативные воздействия. Поэтому наша задача, как мне кажется, это внести в эту спонтанную практику, в том числе, которую Каладжеро развивает, внести элементы, скажем так, здравого научного подхода. Понять, что есть что, понять, с кем говорить на каком языке, с кем делать что и зачем, и какой результат мы в результате этого получим. До этого этот термин употреблял наш исследователь Пушкин, который не Александр Сергеевич, а сколько я помню, Владимир Николаевич. И на самом деле это только один из синонимов, которым в разное время пытались заменить термин «душа». И поэтому, опять-таки, для нас, наверное, не суть важна, как называть, а важно, что мы понимаем за этим термином. Для нас важно, что мы имеем способ получать информацию, которая имеет личный характер, которую каждый из реализантов воспринимает как свою личную. У нас есть способы, какими мы можем, ну, процентов, скажем так, на 90 с лишним, отличить фантазию от реального прошлого. Есть способы, каким можно это прошлое проверить. Вплоть до того, что зафиксировать даты жизни, места жизни и фамилии, скажем так, имена тех людей, которыми вспоминают себя регрессанты. И более того, это не только наши достижения, да, военные структуры... Вовсеместно, Сарин Толкман был написан. Да. Вот, поэтому взглядов на эту тему может быть очень много. Нам важнее, во-первых, понять, для чего нам это нужно, а во-вторых, понять, каким образом мы это можем применить к нашему же познанию. Если мы, например, понимаем, что есть личная память, которая касается каких-то таких событий в истории, которые, как нам сейчас кажется, не вписываются в... как бы её помягче назвать, классическую, каноническую версию истории, то нам нужно понимать, что нам не просто нужно вот эту информацию как бы накапливать, но искать параллели, пересечения, подтверждения, что мы, собственно говоря, и делаем. Потому что можно, например, сказать так вот умозрительно, что там динозавры умерли не 65 миллионов лет назад, а в какое-то другое время. Другой вопрос, каким образом мы это подтвердим из других отраслей научного знания. И я почему достаточно часто произношу слово «наука»? Не потому что это является одним из тех идолов, которым нужно поклоняться. Нет, наука накопила очень много способов проверки, которые для нас важны. И пусть даже это наука о человеке, психологическая наука, это тоже наука. Если мы применяем вот эти способы верификации, то мы позволяем самим себе не оступиться, не пойти в неверном направлении, а сохранить всё-таки частоту поисков и развивать вот эти наши поиски, ну, скажем так, во имя общего блага. Основа в санитологии, она была правильной. Я немножко побаиваясь, так говорю это. Но дело в том, что те техники, которые использовал Хаббард и его ближайшие последователи, они, в принципе, взяты из той же самой психологии, на том уровне, на котором это было вначале. А вот это описание, трактовка и, скажем так, идейно-политическая доктрина, в которую это в конце концов вылилось, вот это уже плод творческой фантазии. Это же политика вы не знаете. Да, совершенно верно. Поэтому вот то, что вы сказали, как бы каждый из этих имеет место быть. И род влияет, потому что, ну, никуда мы не денемся от генов наших бабушек и прабабушек, ну, и дедушек и прадедушек, естественно. И влияет та душа, которая пришла, и у которой есть память прошлого. И мы из регуляционного поиска, из ситуации, которую разбираем, имеем примеры тому, как душа, которая имеет определенный опыт, она пытается по себе подстроить. Вот то тело, в котором в наше время существует. Вот. Поэтому я думаю, что не надо отделять одно от другого, надо просто стараться выделить то понимание, которое для каждого конкретного, уникального случая важно. В моей практике был только единственный случай, когда вот такое развитие отдельно взятого индивидуума, скажем так, оно было линиенопонимым. последовательным. Он сейчас человек, он несколько жизней назад тоже человек, до этого он был диким человеком, но тоже, скажем так, хоман и не самец. До этого он был волком, до этого он был кошкой, потом он корочка, потом он ящерка, дальше мы уже не смотрели. На самом деле у всех остальных, скажем так, линий, которые мы просматривали, есть достаточно произвольные чередования. И чередование человеческих, нечеловеческих, земных, неземных жизней, оно называется совершенно другими законами. И чаще всего это законы познания. То есть какого опыта не хватает этой душе, и в каком непосредственном, скажем так, субстрате, биологическом или биологическом, она может это получить, вот тем и определяется, кем она будет воплощаться. И нам очень важно, знаете, что когда мы изучаем опыт, который приобретает душа, будучи в человеческом теле, будучи в нечеловеческом, вот этот опыт, он иногда более значим, если он приобретен в теле нечеловеческом. По ощущениям, по отношениям, по социальному устройству, даже если это не совсем применимо с нашей точки зрения. Ну, например, у тех же волков социальные устройства, их стаи, организации того сообщества, в котором они живут. Вот то, что люди вспоминают, скажем так, в том контексте, когда они непосредственно к этому имели отношение, не просто там где-то прочитали, не просто прочитали Горжемика с его зоопсихологией. Вот когда человек такие нюансы воспринимает лично из себя, когда он понимает, чем они для него значимы, для него вот эта информация гораздо более важна, чем прочитанная из любой книги. Не было такого эксперимента, и знаете, почему? Не потому, что это неинтересно, а потому, что, к сожалению, в практике приходится сталкиваться больше с личными проблемами, насущными, с которыми приходит человек. И познание в таком плане на самом деле очень интересно. Другой вопрос, как передать то понимание, тот опыт, ту информацию, которую можно извлечь из этого уровня. Это нужно, наверное, но очень сложно нашим языком описать вот эти опыты, описать тот смысл, который заложен именно на таких начальных уровнях мироздания. Просто у нас нет подходящих терминов, и нам приходится все время, нам, я имею в виду, тем, кто занимается таким поиском. Приходится искать какие-то сравнения, какие-то примеры, какие-то аналоги, и они достаточно далеки от тех ощущений, которые человек воспринимает, будучи, ну, скажем так, исследующим инструментом в таком опыте. Хотя, может быть, постепенно развитие вот таких трансовых технологий, оно приведет к тому, что мы будем спокойно углубляться на уровне атома. И я бы этот эксперимент поставила немножко по-другому. И я бы устранила те нюансы, которые позволяют понять, что те, кто, часть тех, кто имеет отношение к этому эксперименту, они, скажем так, им нужно бы сначала определиться со своим собственным мировоззрением, а не просто извлекать некую трансовую информацию. Как способ познания, как один из вариантов, да, можно. Но как научный эксперимент, его надо было бы сделать немножко по-другому. Хотя оформлено бы очень красиво. Ну, я, знаете, я не берусь здесь судить как бы абсолютно точно, потому что, ну, во-первых, я не бог и не волшебник, чтобы давать точные ответы на такие вопросы. Это еще в процессе познания. С моего практического опыта могу извлечь только те ситуации, когда разница между кончиной одного персонажа и рождением другого, продолжающего персонажа, она была очень короткой. То есть буквально несколько лет. Хотя обычно вот этот период отдыха, пребывания в пространстве, которое Майкл Ньютон назвал пространством жизни между жизнями, когда вот этот период, он, ну, скажем так, примерно равен этапу физического существования или даже превышает его. Но бывают ситуации, когда, видимо, либо эмоциональный накал только что завершенной жизни такой большой, либо еще какие-то условия существуют такие, что человек очень быстро воплощается. Некоторые очень любят быстро воплощаться, потому что ему очень нравится вот этот физический мир. Именно наш мир с его условиями, с его многообразием. У каждой души, скажем так, свой выбор. Мне пока кажется вот так. То есть, если есть вопросы, в любом случае надо искать на них ответы. Если возникают сомнения в том, почему так, а не иначе, то надо придумывать, каким образом проверить, почему это на самом деле так. И если не так, то как было на самом деле. И вот в этом принципе очень большая сложность для регрессологов и особенно начинающих, потому что умение сформулировать точный вопрос — это великое умение. Если точно сформулировал вопрос, то в него получаешь точный ответ. Если вопрос размытый, расплывчатый, неконкретный или содержит в себе, ну, скажем так, логические ошибки, то и ответ будет такой же, недостаточно конкретный, содержащий ошибки. Поэтому, собственно говоря, мы и начали обучающие курсы, потому что этому надо учить. Надо учить не просто уходить куда-то в личное прошлое, надо учить грамотно его использовать, грамотно его расшифровывать и с тем, чтобы как раз вот таких ошибок избежать. И практика показывает, что это очень важное для нас направление. Этот процесс регрессионного поиска позволяет гораздо более широко на себя самого-то посмотреть, потому что в самом себе открываешь какие-то нюансы, до которых, ну, и додумал себя. Но эти нюансы настолько значимы, что они вообще позволяют даже не искать пресловутый смысл жизни, потому что он сам открывается через вот эти нюансы. Когда человек понимает своё настроение, своё направление, свои, скажем так, приоритетные условия для жизни, когда это из раза в раз, из жизни в жизнь происходит вот именно в таких условиях, с таким типом развития событий, с такими сценариями, то уже становится понятно, а что за личность существует вот в этом человеке, а на что эта личность настроена. И тогда не нужно искать вот этот некий умозрительный смысл жизни. Уже понятно, что вот этот вот экстремал, он и дальше будет рождаться тогда, когда происходят революции, конфликты, военные действия, потому что ему привычно такое, ему комфортно действовать вот в таких условиях. У него есть какие-то качества, которые позволяют ему эффективно себя реализовывать именно в таких условиях. А кто-то, например, живёт исключительно в спокойном, комфортном, стабильно развивающемся, то есть эволюционирующем. И, наверное, вот это нам позволяет ещё понять вот что, что когда ставишь вопрос о смысле жизни, нужно понимать, каким образом его искать. И самое интересное для меня оказалось в том плане, что подобные трансовые техники с элементами регрессионного поиска, скажем так, их можно применять и к расследованию аномальных ситуаций. То есть до сих пор вот та же самая наша классическая уфология, я же могу назвать её классической, потому что не один десяток лет идут подобные поиски, она применяла какие техники? Опрос свидетелей, изучение там следов, которые остались с помощью тех приборов, которые у нас есть. А приборы, скажем так, у нас далеко не совершенны и не позволяют в должной мере зафиксировать те же остаточные излучения после посадки МЛО. И более того, вот эти традиционные способы, они давали возможность понять, а в чём же смысл, ну как бы его так назвать, общения между человеческим сообществом и тем, что мы называем пришельцами. А вот трансовые техники, они позволяют пролить свет и на этот вопрос. И более того, они позволяют, ну как сказать, отделить зёрна плену, то есть отделить инопланетян, настоящих, а такие есть, и особенно в прошлом часто с ними сталкиваешься, от той субстанции, которая только в нашем умозрении выглядит как инопланетяне. А на самом деле, вот такая маскировка, она присутствует сплошь и рядом. Поэтому вот те сюжеты в интернете, которых сейчас пруд прудил, они далеко не всегда говорят о том, что на самом деле там имеется некое бензинное присутствие. И с одной стороны, вот понимаете, какая сложная ситуация. Мы говорим, точнее не мы, сценарист говорит, что это только науки неизвестно, если жизнь на Марсе. Нам это на самом деле тоже неизвестно, хотя мы имеем примеры, которые хранятся в личной памяти, о том, что люди себя вспоминают в условиях иных цивилизаций, скажем так, более технологических, развитых. Имеют опыт использования тех технологий, которые нам до сих пор представляются как фантастика. Имеют опыт пребывания в некоем прошлом на Земле, когда эти технологии применялись и нашими человеческими предками, и нашими, скажем так, не совсем человеческими обитателями Земли. Мы это все воспринимаем пока как фантастику, но это личная память людей. И вот пока набирая вот эту информацию, мы сталкиваемся только с тем, что мне на самом деле достаточно сложно разобраться. Но она показывает такое многообразие нашей истории, такое просто фантастическое многообразие, которое, в общем-то, очень даже любопытно. И любопытно именно с точки зрения понять, а что же там было, а кто же оставил нам такие следы. И как вот эти следы сочетаются с теми артефактами, которые десятками находят по Земле, и которые ни одна научная структура не возьмется классифицировать и отнести к какой-то... Они скорее скажут, что их нет, чем скажут, что они относятся к какой-то нечеловеческой, скажем так, сфере деятельности. Взять даже последнюю тему, которая совсем недавно появилась, это изучение тех мумий, которые обнаружены там в районе пустыни Наска. Замечательная тема. И надо было иметь огромную смелость для того же Константина Короткова, для всех остальных исследователей, которые, не побоявшись, что пострадает их научная репутация, а у них достаточно высокие степени, вы это знаете, чтобы не только лично участвовать в изучении, а, к сожалению, в науке иногда расценивается попытка изучить что-то не догматическое, не экономическое, как отступление от основ науки, что эту смелость нужно только поддержать. И то, что благодаря этой смелости мы стали вообще-то свидетелями, я, наверное, так и скажу, что это научный прорыв. Хотя, насколько быстро наука примет этот научный прорыв, который свершился, вот это не факт, что она его быстро примет. Скорее всего, будет сопротивление очень-очень большое, такое, как и в большинстве других случаев. Поэтому поживем и увидим. Субтитры создавал DimaTorzok